Привет, Лисяни, гости и жители моего сказочного леса Я не совсем вернулась, как понимаете, у меня не восстановился еще голос, не восстановился дыхание, не восстановилось Я болею ковидом, но считаю своим долгом, как блогера, все равно отвлекать, развлекать, выступать перед вами Говорить мы будем только о вышивке и ничего кроме нее На моем втором канале выйдет видео про игрушки, про детство и тоже ничего кроме этого Чтобы говорить, я сейчас таблетку у меня во рту, поэтому при чмокивании, возможно, будут Потому что у меня такое ощущение, что я дышу в половину возможностей легких Ну, ковид, что делать И вот получается, что еще никак не могу выкарабкаться Видимо, эмоциональное состояние мое, оно тоже влияет И только проходит температура 1-2 дня Без нее, но с кашлем И снова бац, я в эту яму падаю То есть шаг вперед, два назад, как летка и янка Но мое состояние, конечно, не сравнится с тем, что происходит Поэтому я буду с вами Я буду на связи Вот, и мы будем с вами разговаривать Очень много и по-доброму разговаривать о вышивке Итак, февраль у меня выдался Вот, вот что значит Надо было отдыхать И вообще, как-то маловышивальным он выдался Потому что не сработала моя система Оказывается, она не всегда срабатывает То есть, когда тебе плохо, вышивай Бывают такие моменты, когда сердце не на месте И не заставляешь себя, заставляешь Но, с другой стороны, это делать надо Надо что-то делать Потому что нужно отвлечься Нужно, как говорится, занять руки Чтобы стало легче Чтобы 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 зацепиться за что-то хорошее А поскольку я, ну, не ходок На двух костылях То Я не могу Заняться, там, вылизать квартиру Или еще что-то У меня остается только вот руками работа Это вышивка Я цеплялась, да, с нее тоже Как за соломинку И Вот Ничего не продвинуло Что было Вот На этой НП-студии Работе Здесь 33 оттенка зеленого Здесь Ничего не продвинулось Хотела Ну, планы, конечно, были глобальные В планах было Закончить за февраль эту работу Но Возможно, если бы не слегла То То вот так Вот А еще, когда лежишь Нервы Они просто волной Лавиной Накрывают Это и внутри них Они По кругу Эти дурацкие мысли И поэтому Так плохо Лежать Это Ужасно У меня начался Постравматический синдром Представляете, какой солдат Те, кто верят в реинкарнацию Может быть Что-то в прошлых жизнях такое было Потому что я Меня рвет от еды Это вообще неожиданно У меня Постоянно чувство Головокружения Вертолетов Вот И Рвет От Ну, когда новости смотрю Вот Странные Ощущения Вот Ладно Че я все Я вообще Ну, ладно Самая главная работа моя Вот она Она еще не закончена Она еще Она Сейчас я чуть-чуть попью Вы простите Я практически без монтажа Буду это делать Разговаривать с вами Потому что Я Ну, нет Сил пока еще Очень мало Губы потресканные И вообще Такой вид Странный Голова Совсем седая Ну, у меня так Организм Реагирует На Всякие эмоциональные Психоэмоциональные Состояния Вот Я когда узнала Что у меня опухоль в голове Я просто Просто Моментально Седой стала Вот Так что Лисонька уже Там Без нескольких Крестиков Пока только Одним цветом Вышита Все уже Видно Очертания Но еще Вот огромный Участок здесь По крестам Не зашит Деревца Не дошиты В общем-то Наверное Ну и вот Кое-где Проталинки Еще не дошиты Немного Осталось Но Я правда Старалась Ну вот так Естественно В своем же Имагинариуме Я участвовать Ну не участвовала Потому что Ну потому что Я лежала Я лежала И выздоравливала И хочется Вообще Я вот просто Врагу не пожелаешь Таких болезней Ковид И вообще Ничего Такого Тяжело Все Это Я У меня Сумбор В голове Я понимаю Никаких Планов Я не писала Никаких Заготовок Я не делала Я просто Понимаю Что нужно Выйти Нужно Несмотря на Температуру Несмотря на Своё самочувствие Нужно Выйти И говорить Раз уж Мы выбрали Для себя Я считаю Это уже Своей профессией И много раз В ответах На тегов В видео Говорила Что я считаю Это Профессией И очень серьезно Отношусь К блогерству Хочу чтобы Хочу поддержать Просто вот этим Вот Отвлечением Представляете Все мысли Просто мысли Нет Они улетучились Потому что Потому что Вот мои этапы И Ну осталось Осталось немного Было бы Было бы желание И было бы Как бы это странно Не звучало Время Я Вышиваю Стараюсь Крестики Естественно Дрожат Как руки Поэтому Вот так Я не знаю Каких-то Особенных Сложностей Про которые Я могу вам Тут Говорить Что Ой Как было Трудно Ой Как Я не заметила Я Это первая работа Кстати Где я делаю Узлы Сзади Мне все равно Мне Сейчас главное Занять Нервы И руки Поэтому Фиг с ними Я делаю Очень Аккуратные Злы Протяжки Делаю Особенно В полу Грестах Вот Совершенно Спокойно Мне сейчас Важнее Даже не Закончить Если бы я Хотела Прям Не знаю Если бы я Настолько Фанатела Вышивкой Мне кажется Я бы Ночами Не спала Из-за нее А не из-за Чего-то Другого Поэтому Вот так Потихонечку Потихонечку Помаленечку Просто Вышивка Как Лекарство И все По чуть-чуть Прикладывайте Их там Три раза в день К больному Месту В моем случае К нервам И Вот так Ну я не знаю Вот вы видите Все крупненько Я поэтому Вам и Я кстати Нигде не нашла В инструкции В какую сторону Должны быть Полукресты Поэтому делала Их Вот так В одну сторону Главное Чтобы они Все были В одну А не в разные Так что Смотрите Вот лиса Смешная Пока еще Тут хвостик Нужен И Грудка Все Здесь Создастся Бэкстичем Мне кажется Бэкстич Вот в этой Конкретной Вышивке Будет сравним С МП студией Или жарптицей Потому что Он будет Обрамлять Каждую Дощечку Домика Он будет Обрамлять Он будет Делать Забор Полностью И он Еще Что 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 Туски Сарая Отделит Мне Эти Окна И А Бэкстич Это Целое Дерево Лисственное Хорошо Что Ёлки Будут Хотя бы Бэкстич А Вот Так что Бэкстич Здесь И не Одно Даже Дерево Вот на фоне Дома Вот это Будет Огромные Просто Раскидистые Ветки То есть Здесь Бэка Будет Ого-го В разное Сложение Нитей Разного Совершенно Но я К этому Готова Это Понятно Может 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 быть Даже Вот В нужный Момент Такая Сложная Работа Чтобы Ты не Можешь Просто Если Сильно Нервничаю То Я не Могу Вникнуть В вышивку Я Ее Откладываю Я Миллион Раз Начинаю А если Все-таки Я Вникаю Значит Я Полностью Проваливаюсь Отдаюсь Процессу Вот Пока Так На данный Момент Я не знаю Я не стремлюсь К финишам Каким-то Я не стремлюсь Никаким Рекордам Мне сейчас Важно Просто Выжить В этом Всем Хаосе И нервике Вот Устала От Этой Работы Дико Потому Что Темная Конва Но Вы понимаете Маленький Каунт Потому Что Глаза Напрягаются Они И так Напряжены Когда Болеешь И Когда Плачешь И Еще Высывать Но Все-таки Я Заставляю Себя Я считаю Что Правильно Делаю Потому Что Это Нужно Это Уход Просто Уход В Работу Как же Тяжело Дышится Дышится Ковид Ужасто Вот У нас Подтвержденный Ковид Да Ну Муж С Прививкой Гораздо Легче Его Перенес Чем Я Вот Я не могу Вам сказать О своих Планах На будущее Потому Что Я С трудом Себе Представляю Что И как Я буду Себя Обаловать Хотя бы В плане Вышивки Ну То есть Никаких Ограничений Никаких Ограничений Никаких Захочется Что-то Начать Чтобы Были Хоть Какие-то Радости Оставались В нашем Деле Вот И Немножечко Вам Расскажу О О том Что Будет На Втором Канале Как Только Я До него Доберусь Я Приобрела Много Игрушек Резиновых Современных Из ПВХ Как раз Пластизолем И тогда Говорили О том Как Игрушки Производятся Как Раньше Производились Как Сейчас Производятся В Одном Из Последних Видео Там На Алисяни Лайф И Поговорили О том Что Я Объясню Что Такое Пластизоль И Мы Сравним Советские Игрушки И Современные Игрушки Я Думаю Что Сравним Мы Через Видео А Сейчас Просто Посмотрим Самые Самые Проверенные Сертифицированные Три Фирмы Которые Сейчас Занимаются Производством Игрушек Многие Они Они Все Из Сороковых Годов То есть Они Очень Старые Они Ведут Свою Историю Традиции Сохранили С тех Советских Времен И Формы Даже Некоторые Отливают Современные По старым Формам Современные Игрушки Вот И Попозже Потом Когда Нибудь Я хочу Еще Белорусские Игрушки Вам Показать Потому Что В Беларуси До сих пор Сохранился Гост Знак качества И Тоже Хочу Сравнить Белорусские Наши Советские И После Того Как мы Распакуем Игрушки Современные Я Скорее Всего Отдам Их В Беженцам Я Уже Знаю Куда Обращаться Чтобы Деткам Которые К нам Приезжают Эти Игрушки Достались Вот Так что Если хотите Просто Поучаствовать В этой Моей Акции То тоже Можете Сделать Что-то Доброе Вот Ну что ж Мои дорогие Лисяне Я надеюсь Что не сильно Вас испугало Мне хотелось Утешить А получилось Что Вот Получилось Но Я Правда Стараюсь Выздороветь Я стараюсь Лечиться Я понимаю Что Здоровый Я сделаю Гораздо Больше Чем Вот Больной Но Сейчас Все происходит Так Как Происходит Значит Надо Было Мне Это Пережить Прямо Вот Сейчас Раз С С Вами Была Леся Из Сказочного Леса Извините За сумбур Ну Вот Так Я Вышиваю Будем Шить Будем Жить Ребята Я Я Это Точно Знаю Всем Пока Продолжение следует Продолжение следует... Продолжение следует...